Итак, что вы посоветуете при выборе специалиста и клиники по лазерной эпиляции? Вот лично я, доктор Колокольца, что могу посоветовать? Во-первых, машина должна быть собрана в правильной конюшне. То есть, вот если мы говорим про гоночные машины, да, допустим, штучный подход. То есть, это должен быть хороший лазер, который должен был заточен только, должен быть заточен только на эпиляции. То есть, это ни в коем случае не должны быть аппараты, которые сразу делают и эпиляцию, и удаление пигментных пятен, и, знаете, там, удаление сосудов. То есть, это не должен быть скрипка баян. Не бывает скрипка баянов. Бывает специалист, который очень хорошо играет либо на скрипке, либо, понимаете, на баяне, да? Вот. То есть, во-первых, это должен быть специалист, который заточен на эпиляции. Во-вторых, должна быть школа эпиляции, как вот у нас в клинике. То есть, это действительно школа. Это действительно врачи, которых я периодически натачиваю до состояния бритвы. Чтобы они хорошо брили, их нужно периодически подправлять. Хотя им кажется, что они, в общем-то, все уже знают. Это, кстати, сложно делать, потому что им кажется, что они все знают. Вот. Но, тем не менее, периодически это надо делать. Вот. Вот. Что могу вам сказать еще? Из всех лазеров, которые присутствуют на рынке, эффективно удаляют волосы только два типа. Это диодные и александритовые лазеры. Диодные лазеры имеют длинный импульс. То есть, это обычная лампочка. Чем она дольше по времени включена, тем она больше мощности вколачивает в тело организма. И александрит. Александрит, он всегда имеет определенную длину импульса. То есть, это бывает либо 3 миллисекунды, либо 2, либо 5 миллисекунд. То есть, длина импульса александрита всегда одинакова. А вот мощность александрита зависит от того, с какой силой конденсатор дал разряд. И как сильно лампы накачали энергией кристалл. Этот кристалл так и называется, кристалл александрита. И таким образом лазер выплюнул максимальную мощность. Диод зависит от времени горения лампочки. Александрит зависит от энергии накачки. И наиболее оптимальный лазер на сегодняшний день для удаления волос. Самый безболезненный, самый эффективный соотношение. Это александрит с охлаждением кожи проточной водой. То есть, это только то, что используется в нашей клинике. В других клиниках такие лазеры встречаются. Но здесь есть еще один нюанс. Мало того, чтобы была хорошая машина, нужно, чтобы был хороший водитель этой машины. То есть, прокладка между рулем и сиденьем должна быть соответствующая. Водитель. То есть, должна в клинике быть школа. Школа эпиляции. В этом случае вы получите то, что вы хотите. Максимально безболезненную, максимально хорошую эпиляцию навсегда.